Это видео особенно пригодится тем, кто как и я постиг прелести удаленной работы. Лето уже совсем скоро, так хочется получить хотя бы немножко солнечных лучей, но обычно освобождаешься, когда на улице уже совсем темно. Конечно, можно открыть окно, но вот после зимы его никто не мыл, поэтому идея так себе. Времени на все просто не хватит. Что делать? Для ленивых, а точнее я хотел сказать для людей, которые ценят свое время, давно придумали простое решение за относительно небольшую стоимость. Умные мойщики окон. Осталось только определиться с выбором. Крутое решение от Velzora Z7. Почему? Спросите вы. А сейчас расскажу. Отвечу я. Да, в моем представлении наш диалог выглядел бы именно так. Начнем с коробки, хотя больше интересует, что положили внутрь. А там сам мойщик, бутылочка для воды, чтобы удобнее смачивать салфетки. А вот и они в количестве двух штук, будто бы хотелось хотя бы на одну побольше. Пульт, в котором не было батареек, просто проговаривая это, чтобы вы знали к чему готовиться. Кабель и блок питания, потому что в мойщике хоть и есть батарея, но работает он исключительно от сети. Позже расскажу, почему именно так. Инструкция на русском языке. Вот вроде обычная макулатура, а в черном цвете даже захотелось почитать. Надо бы взять на заметку производителям мебели, если вы понимаете о чем я. Вот и вся комплектация. В целом положили все необходимое, но все же повторюсь, салфеток маловато. Отдельно докупается фирменная жидкость Atwell. Как пишут на маркетплейсах, она подходит почти для всех популярных изготовителей мойщиков окон. Если уже купили, советую использовать совсем немножко моющего, чтобы не оставалось разводов. Состав как раз рассчитан на экономию без потери моющих свойств. Трос закрепили еще на заводе, и это хорошо. Лишний раз не придется переживать о надежности. Все, что присоединяется отдельно, сидит плотно, самовольно никак не разорвется. Кабели страховка длинные. Если рядом с окном нет розетки, скорее всего вы это даже не почувствуете. В нашей квартире удлинитель не пригодился ни разу. И пока не перешли к характеристикам и тестам, на минуточку остановимся на дизайне. Не сказать, что визуально робот отличается от конкурентов, но яркая черта не только в плане креативности, но и цвета, это красная ручка. Со временем она почти не изнашивается и достойно выглядит. Ну и в целом цвет самого мойщика позаимствовали из прошлой модели Zoro Z6. Там его дополняли бордовые салфетки. Тут их роль, видимо, выполняет ручка. В общем, выглядит презентабельно. Сверху в углу отверстие для воды. Zoro Z7 подает ее самостоятельно в процессе уборки. С обратной стороны есть специальные сопла. Просто так заметить их тяжело, но на практике все увидите. Встроенная емкость вмещает 150 мл воды. На слух кажется маловато, но этого точно хватит, чтобы убрать примерно 80 квадратных метров. Не у всех даже такие квартиры есть. Кроме кнопки включения, сверху больше ничего нет. Переворачиваем мойщик и видим решетку двигателя, с помощью которой робот присасывается к поверхности. Рядом гусеницы. Хоть они и гладкие, устройство не проскальзывает и точно не упадет. Но стоит внимательно отнестись к посторонним предметам. То есть, если у вас на стекле есть какие-то крепления, например, как на зеркалах, это легко станет причиной падения. Ниже есть кнопка запуска. Рядом с ней соседствует USB порт. И это не значит, что вы сможете зарядить от него телефон. Разъем нужен только для сервисного обслуживания. Нас он никак не интересует. Еще раз вернемся к автоматической подаче воды. Приятный момент заключается в том, что вода в любом случае попадет прямо на салфетку. Не хочу как-то обидеть конкурентов, но есть некоторые модели, которые разбрызгивают воду перед собой. Если все это дело неправильно настроено, она попадает куда угодно, только не на салфетку. Ну или как минимум не с первого раза. Не знаю, стоит ли слишком забегать наперед, но, видимо, придется. Если вы думаете, что квадратный мойщик лучше круглого моют в углах, это не совсем так. По краям есть датчики, с их помощью мойщик определяет границы окна и других поверхностей. Даже горизонтальных, так его тоже применяют. То есть он не моет в самом углу, даже если посмотреть на форму салфеток, уже все становится понятно. Характеристики на экране. Если интересно, ставьте на паузу и изучайте. Из важного. Мощность всасывания варьируется в пределах 2-2600 паскалей. Но так как это не робот-пылесос, он ничего не пылесосит. Речь идет о надежности присасывания. Этих показателей хватает, чтобы удержаться на окне и не упасть. Больше это ни за что не отвечает. Батарея на 650 мАч заряжается около 2 часов. Зачем она нужна? Так как Zorro Z7 работает только от сети, не исключено, что в какой-то момент могут просто выключить электричество. Именно на такой случай внутрь поместили резервный источник питания. Его хватает минут на 40. Все это время робот будет звать хозяина, чтобы тот его снял. Ну а если время выйдет, он закономерно упадет. Именно по этой причине не стоит бросать мойщик и уходить. В комплекте есть пульт, с которого будете управлять процессом уборки. Мобильное приложение не сделали. Но учитывая простоту применения и узкую специфику, вряд ли оно вообще было бы нужно. По-хорошему пульт должен быть черного цвета. Но у меня он белый. Кнопки понятные. Ручное управление сверху, настройка голосовых уведомлений, переключение влажной уборки и корректировка подачи воды. Кнопка X2 заставит робота пройтись по поверхности дважды. Сначала он выбирает траекторию в виде английской буквы N, а потом в виде буквы Z. Кстати, может быть поэтому он Зора? Такая чисто конспирологическая теория. Не запомнили все обозначения? Когда купите, просто откройте инструкцию, там все подписано. Один раз попробуйте и сразу все поймете. Ну что, теперь самое интересное. Переходим к тестам. Нам как раз нужно было помыть окна на балконе. Сейчас этим и займемся. Для начала закрепите страховку. Даже если уверены в надежности, пренебрегать этим не стоит, потому что в случае что будете отвечать за это вы, а время уже назад не вернешь. Я не говорю, что мойщик обязательно упадет, но тем не менее в данном случае риск вообще не оправдан. Теперь включите в розетку и переведите тумблер в рабочее состояние. Прислоните Z7 к окну и нажмите на кнопку запуска на корпусе. Пока наблюдаете за уборкой, расскажу о навигации. Робот четко понимает границы окна, спокойно разворачивается и не проскальзывает. Есть один нюанс, иногда он не доезжает до самого края. Возможно это особенность гусеничного хода. Критического ничего нет, просто факт. Если вы очень давно не мыли окно и на нем есть много налипшей грязи, лучше либо сотрите ее самостоятельно, либо начните сразу с влажной уборки, потому что можете поцарапать стекло. Особо грязные части можно просто смахнуть, начисто вытирать не надо. На моем опыте уже встречались подобные мойщики, поэтому знайте, что такое не обязательно, но может произойти. В самых-самых углах робот закономерно не домыл, но этим грешат буквально все существующие модели от любых производителей. Ну и это уже не так критично, зато он очень хорошо тер зону около рамы. Итоговый результат на вашем экране. Хорошо ли он помыл? Да разумеется хорошо. Стоит ли покупать? Определенно да. К слову, уже частично говорил об этом, робот помоет не только окна, но и, например, стены в ванной и даже столы. Очень редко на безрамочных поверхностях робот может выдавать ошибку, но зато не упадет. Преимущество Zora Z7 над другими мойщиками окон – уровень шума. Всего 55 дБ. В принципе, вывод уже озвучил. Atwell Zora Z7 хорошо моет окна, выглядит презентабельно и собран из хороших материалов. В комплекте есть удобный пульт, с помощью которого быстро настраиваются опции уборки. Есть проблема с уборкой в углах, но это не погрешность конкретной модели, а всех подобных устройств в принципе. Внутри моет без вопросов, снаружи при однократном проезде может оставить часть пыли, но с завода сразу стоит двойная уборка по разным траекториям. Переключаясь с режимов сухой и влажной уборки, мойщик не обязательно снимать с окна. Вода подается сразу на салфетку, отчего повышается эффективность. Но в то же время слишком толстый слой грязи лучше сначала протереть самому. И я сейчас говорю прямо о толстом слое. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр и заранее благодарим за подписку на канал. Делитесь своим мнением в комментариях, мы все читаем. До встречи в следующих обзорах.